Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал записки вязальщицы. Меня зовут Светлана. Сегодняшнее видео будет достаточно продолжительным. Как всегда, оно будет посвящено сразу нескольким темам. Это и готовым работам, и процессам, и планам, и также небольшим событиям, которые со мной происходили, и, конечно же, некоторые подарочки, которые у меня появились. И самое интересное, что ждет, скорее всего, вас в конце видео, я расскажу вам о предстоящем конкурсе, или вернее, викторине, может быть, просто розыгрыше. Я пока до конца не знаю, как, в каком это все будет формате, но в ближайшее время я сниму дополнительное видео и расскажу, как все будет происходить. И такое мероприятие планируется в честь практически год моему каналу, без одного месяца, где-то без полутора месяцев. И, конечно же, у меня на канале уже практически вас 10 тысяч. Для меня это огромная честь, и, конечно же, такая цифра не может пройти, остаться незамеченной, да, мимо моего внимания. И, конечно же, хотелось бы вас одарить какими-то приятными подарочками, что-то такое интересненькое придумать. Поэтому поподробнее в конце видео. А сейчас давайте, наверное, я вам расскажу о подарочках, которые мне достались от двух прекрасных девушек, о которых вы уже неоднократно слышали в моих видео. И начнем с вот такой шапочки, всем известная модель, Miu Miu Head от Татьяны Нитера. Многие спрашивали, где можно найти такое описание этой шапочки. Я оставляла неоднократно ссылки, но думаю, что, наверное, еще и под этим видео оставлю. Шапочка с ушками. Это такой вот замечательный подарочек от Дашеньки Масиенко. Как вы знаете, вот кто интересуется нашими встречами в Одессе вязальными, она на предыдущую встречу, к сожалению, большому не смогла приехать, так как прямо вот в последний день перед мероприятием у нее приболела малышка, младшенькая Женечка, поэтому, к сожалению, не смогла приехать. Но она мысленно, конечно, была со всеми нами. И надеемся, что следующая наша встреча обязательно пройдет только с ее участием, потому что я, конечно, была готова отменить, но если бы это хотя бы было за пару дней, чтобы была возможность предупредить людей, всех девчонок, и перенести, допустим, на какое-то, возможно, другое число, другую дату, но уже было слишком поздно. Поэтому надеюсь, что в дальнейшем таких огорчений у нас не будет, и мы все будем в полном составе, и будем только расти, развиваться. Вот, поэтому... И она, вот, конечно же, не могла приехать с пустыми руками, это же Дашенька. Вот, поэтому она в тот же день выслала мне и Анечке Русанджик, нашему соорганизатору, выслала подарочки, посылочки, и вот помимо этой шапочки еще был сырчик вкусненький очень, но она знает, что я люблю сыры, поэтому вот был такой вот презентик. Не буду мерить, потому что, ну, прическа, чтобы не портить, ну, вот, она на мне очень классно сидит, прямо тютелька в тютельку, и вот видны вот эти вот небольшие ушки миниатюрные, в общем, прекрасная шапочка, и, ну, и, конечно же, к моему цвету глаз, и к внешности она очень подходит, такой нежно-голубой цвет, потрясающая шапочка, Дашулик, спасибо огромное. Дальше я получила от Ирочки, тоже оставлю на нее ссылочку, у которой я всегда беру японские журналы, у нее помимо журналов и книг различных, у нее еще всякая всячина для, вспомогательная для вязальщиц, и не только для рукодельниц вообще, и у нее, в частности, очень много всяких вот таких коробочек жестяных, и именно вот эту она заказывала специально для меня, она такая вот огроменная, как видите, моя такая вот тематическая, да, для любителей садово-огородных работ, здесь тоже уже полным-полным-полно всего, и вот вместе с этой коробочкой она мне прислала маленькие, вот такая, с курочкой есть, тут уже у меня всякое-всячина звенит, вот такие две малышки, совсем крохотулечки, вот такие с цветочными мотивчиками, вот, дальше вот такие две, это все я выбирала самостоятельно, вот такие вот очень удобные вот этого формата, удобны они тем, что в них как раз помещаются спицы укороченные, разъемные, разъемные, если нужно ехать куда-то в дорогу, и некуда бросить, там, допустим, несколько пар спиц, там, на шапочку, к примеру, не хочется тащить с собой весь свой арсенал, там, чехлы со спицами и так далее, вот можно вот в такую коробочку положить и иголочку для сшивания, да, если вдруг вам может пригодиться, и спицы, и, конечно, потрясающе удобная штука, советую, если кому-то, кто так же болеет коробочками всякими, как и я, можете пройти к Ирочке в профиль и посмотреть, что там у нее есть интересненького, она может сделать индивидуальный заказ, конечно же, все это обсуждается, и, конечно, вот такое вообще просто сокровище огромное, я еще ее не запомнила тем, чем планирую в дальнейшем, но потихонечку все будет, еще Ирочка мне присылала рулетку на брелке, но она уже где-то в какой-то из моих проектных сумок, в общем, все по местам, но где эти места, известно только, когда начинаешь до них добираться, до этих проектных сумочек и всего прочего, вот, дальше, наверное, покажу вам, что вам покажу, покажу, наверное, мое последнее приобретение, вот такая книженция, интереснейшая, «Культура вязания», автор Джоан Терни, эта книга вообще 2013 года выпуска, но переиздание на русском языке 2017 года, новое литературное обозрение «Москва», вот так выглядит внутри, вообще такая интересная книга, я только начала ее читать, видела буквально несколько постов у девчонок-вязальщиц в Инстаграме, и должна сказать, что я ее, вы знаете, я ее даже не пролистала вот так, от начала и до конца, потому что мне хочется вот постранично впитывать в себя вот ту информацию, которую она содержит, и в ней нет никаких схем, узоров и тому подобного, каких-то моделей, здесь чисто научная такая информация изложена, наверное, я тоже сниму отдельный обзор этой книги, вместе с вами порассуждаем на тему того, что здесь изложено, но могу сказать, что я очень давно уже хотела почитать что-то подобное, потому что вот в силу своей профессии, когда я была практикующим юристом, я каждый день сталкивалась с огромным количеством информации, в том числе научного плана, и мне нужно было постоянно следить за изменениями в законодательстве, налоговом праве и так далее, и вот весь этот поток огромной информации, он как-то что-ли развивал мозг, наверное, как-то тренировал, упражнял его, и вот сейчас уже практически два года, как я в декретном отпуске, вернее, в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и у меня уже нет того потока, я не получаю того потока определённой информации, к которой я привыкла, даже к тому объёму информации, как обычно, и я уже немножечко испытываю такую вот тягу почитать что-то такое научненькое, нелёгкое к восприятию, да, с первого такого быстрого налёта, поэтому вот обратилась к вот такой книжечке, и думаю, что она произведёт на меня неизгладимое впечатление. Ну и вообще вот я начала её читать, и, конечно, многие мои мысли, они вот обрели, я их прочла вот на страницах, буквально уже первых страницах этой книги, но мы ещё с вами о ней пообщаемся, поговорим. Дальше хочу вам рассказать, наверное, более подробно тоже в другом видео о тех работах, которые у меня связались вот за тот промежуток времени, пока не было новых видео. Одну шапочку с пайетками розовую вы видели, она такая толстенькая получилась, с двойной резинкой 2х2, вы её могли видеть в предыдущем моём видео о том, как я вяжу шапки. Я обязательно в это же видео вставлю и ссылочку на тот ролик, и фотографию, как смотрится эта шапочка на мне. Также у меня был готов огромный комплект из шапки, варежек и длинного-длинного 2-метрового широченного шарфа из ярной Перу. Тоже фотографию вставлю, как этот весь комплект смотрится на мне. Также вы можете посмотреть поближе в Инстаграме, в моём профиле, тоже ссылочку оставлю. И не оставила этот набор для того, чтобы показать вам, потому что был такой вот ряд обстоятельств, о которых я вам тоже, наверное, расскажу в отдельном видео на тему, наверное, моего вязания на заказ, моего опыта, опыта работы с теми клиентами, которые мне встречались и продолжают встречаться на моём пути. И будут и такие не очень приятные моменты, в общем, всякие нюансы, о которых я вам тоже хотела бы рассказать, поделиться своими какими-то уже наработками и мыслями на сей счёт. Вот, и вязала я, конечно, этот шарф длиннющий и думала, боже, он, наверное, никогда не закончится. И причём этот заказ был в промежутке между моим основным заказом, да, кардиганом в поло, которым я тоже вам рассказывала. И я не рассчитала, я предполагала, что я гораздо быстрее закончу этот проект, но он как-то так затянулся. И вот до сих пор вот те обстоятельства, которые сложились, вот это вот всё ещё пока не отпускает меня. И я вот поэтому хотела бы с вами вот обсудить все эти моменты вот в отдельном видео. Так, про книжечку тоже вам рассказала. Наверное, пока покажу вам процессы свои, они в большинстве своём пока ещё непонятно, что к чему, но покажу в той стадии, в которой они пока имеются. Вот, к слову, такой процесс, ждун, скажем так, это уже готовая часть шапочки, резинка, да, с отворотом. Я просили многие девчонки мастер-класс по вот той молочной шапочке, которая из набора, от шарфа и варежек, с узором из норы Гоан по аранам. Вот, буду скоро записывать видеоурок или мастер-класс, не знаю, как назвать. В общем, как я вязала конкретно ту молочную шапочку, и вот заготовочка у меня уже есть. Пряжа Ярна Перу по-прежнему, поэтому запасайтесь, кто может, этой пряжей, если она вам подходит, либо подбирайте любую другую, схожую по характеристикам. Это один процесс, еще один процесс, тоже на стадии резинки из BBB Full, такого нежно-нежно желтого цвета, такой даже желтомолочный, такой вот, ну, совсем бледный желтый. Я вам тоже показывала эти моточки. В своих покупках планируется шапочка из... не из, а от, по описанию Анечки Русанджик, Flake Head, шапка-чешуйка. Вот, ну, еще тут вязать, вязать резинку, это у меня так, пока есть возможность просто расслабиться и повязать резинку один на один, не задумываясь, вот я ее вяжу. Так, еще один процесс, это заказ. Мне заказали по вот такой вот модели сделать вязаную повязочку, вот такая она очень-очень широкая, кстати, это повязочка Handmade, тут написано, вот такая она широченная и попросили, чтобы она была не толстой, тоненькой в плане объема, да, чтобы она не была сильно толстой. И вот я вяжу из сочетания двух ниточек, это Alize Angora Gold, Simly, по-моему, он называется с люрексом, такой вот цвета шампанского, и Alize Kidroil Махер, да, турецкий. Вот так вот комбинирую, вы тоже могли видеть вот такое сочетание в одном из видео, не в одном из, а в видео по швам и кромочным петлям, я показываю там на примере платья недовязанного. Вот так выглядит полотно, вяжу чулочными спицами, ну вот, надеюсь, и видите, вяжу по кругу, то есть будет двойное сложение, потому что несмотря на то, что заказчица хочет достаточно тоненькое полотно, но если брать в одно сложение, то шапка будет, шапка, повязка будет слишком продуваема, и, ну, никакой практичной, никакой практичности в ней не будет, она, естественно, будет продуваться, и будет совершенно, ну, бесполезной, поэтому я решила в два сложения вязать, надеюсь, что будет потом красиво выглядеть, потом это все вот так вот стянется, ну, вот как на оригинале, в общем, немножечко еще осталось мне довязать, надеюсь, сегодня уже будет довязана до конца эта повязочка, и, наверное, уже подходим к кульминации этого видео, оно уже, в принципе, не так уж и не такой уж большой получилось, я думала, что будет уж слишком, получила я вот такущий подарок, это только вот одна его часть, вот такая прекрасная проектная сумка, и сейчас вам расскажу поподробнее историю, как попала ко мне эта сумочка, я уже здесь нацепила брелочек, чтобы было удобно расстегивать, и также к сумочке шла вот такая вот сумочка, это чехол на магнитике для ножниц, я вам показывала, что у меня вот есть две пары вот таких винтажных ножничек, и вот по моей индивидуальной просьбе мне сшили вот такой чехол, сюда еще вмещаются всякие вот такие вот необходимые мелочи, крючки, можно ручки положить, карандаши, что вам, или линеечку, что вам больше понадобится, да, в возможной работе с вашим проектом, и если посмотрите, здесь именная фирменная бирочка Diamond Wool, я обязательно оставлю ссылочку под видео на профиль в инстаграме, здесь такая вообще интересная история, мне написала девушка с предложением посотрудничать, она предлагала мне выслать сумочку в подарок, и если мне она понравится, если я останусь довольна качеством и видом, и так далее, чтобы я о них рассказала, поддержала их такое новое начинание, почему их, потому что магазинчик был открыт на самом деле очень интересной девушкой, я буквально вот пару минут назад с ней общалась, ее зовут Оксаночка, она живет в Москве со своей свекровью, с мамой и будущим мужем, они с мужем юристы, оба, представляете, и мама супруга будущего и ее мама, они швеи, и вот у девочки, у Оксаны этой, она, у нее была мечта открыть магазин пряжи, и несмотря на то, что она работает в одном из министерств Российской Федерации, несмотря на то, что она юрист, практикующая, вот у нее была вот такая потрясающая мечта, и рассказав об этой мечте своим мамам, они ее поддержали и как-то подтолкнули ее к осуществлению такой замечательной мечты, и она рассказывает, что вот потихонечку они начинают закупать пряжу, уже в их ассортименте появились и спицы, Ади, и всяческая пряжа, и Ализе, и Мирина Ройл, вот они купили, и BBB-шную тоже пряжу они закупают, и к Новому году у них ожидается огромнейшая поставка бобинной пряжи, и Мириносовой, и Як, и Кашемир, и в общем, я боюсь ошибиться, но и Твиды, будет в общем огромный-огромный выбор, и вот она, я, конечно же, согласилась, потому что я зашла к ним в профиль, и мне очень понравились их проектные сумочки, мне предложили выбрать любую, какая мне понравится, я, конечно же, выбрала в таком моем любимом прованском стиле, с розочками, с таким флористическим принтом, и мне, конечно же, очень все понравилось, и качество, и швы, и отделка, в общем, все потрясающе, и посмотрите, какая она огромная, у меня здесь поместился спокойно журнал, по которому я вяжу, поместилась огромная бобинка, здесь, между прочим, в этой бобине было изначально около 900 грамм, вот бобина эта, она, смотрите, насколько она вот, она манюня по сравнению с этой проектной сумочкой, она вообще очень удобна, поместилась эта бобинка, и плюс еще проект, вот, кстати, так вот выглядит на такой стадии сейчас этот кардиган в пол, вот так он выглядит, то есть, и это все у меня поместилось вот в одну вот такую сумочку, единственное, я вот немножечко пожалела, что я не попросила сделать мне пару отделений для каких-то мелочей, там бросить тот же чехольчик или там еще чего-то, потому что сумочка, она достаточно вместительная, и, конечно, хотелось бы в ней иметь еще дополнительные какие-то маленькие отделы, вот, но потрясающего качества работы, и сама сумочка, она вот достаточно плотная, в общем, я вам рекомендую, если вы любите также вот все такое уютное, комфортное и красивое, заглядывайте к Оксаночке и ее свекровь, вот она, свекровь сшила для меня эту сумочку вместе с чехлом, и выбирайте понравившуюся вам, и можно заказать из тех материалов, которых хотите вы, и мы совместно с Оксаночкой хотим для вас сделать, провести такой розыгрыш в честь года моему каналу, который будет в январе, правда, в конце января, но и вот, кстати, этот розыгрыш, он будет состоять из двух частей, первая часть мы будем разыгрывать вот подобную сумочку, но в новогодней тематике, то есть есть несколько сумок с новогодними принтами, и как раз хотим их разыграть на площадке ютуба для моих подписчиков, и все условия я оговорю в специальном отдельном видео по этому розыгрышу, он будет проходить до 31 декабря, этот розыгрыш, мы это все проведем именно по сумочке, доставка, конечно же, будет бесплатная за наш счет и так далее, то есть все расходы мы берем на себя, и второй розыгрыш будет на площадке инстаграма, тоже обо всех подробностях я расскажу тоже в отдельном видео, все условия подробненько оглашу, и вот если первые которые на ютубе будет это будет подобная сумочка, они тоже есть в разном размере, мы это все оговорим, огласим, что к чему, а в инстаграме будет скорее всего розыгрыш либо пряжи, там какой-то бобинки, либо же это будет акция по типу скидки в течение там всего января по промокоду с каким-то кодовым словом, но мы это еще обдумаем, но в любом случае вот по пряже это будет на весь январь скорее всего, как бы приурочивая к году, к годовщине моего канала, вот в принципе вот такие вот небольшие сюрпризы мы хотим вам устроить и мне конечно же очень приятно, что Оксаночка выбрала именно меня и она потрясающий открытый и прекрасный человек как оказалось она ну не родом хотя может быть и родом потому что очень много родственников в Украине находится она практически все свое детство провела в Украине под Хмельницкой под Хмельницком в Хмельницкой области и конечно же столько совпадений интересных у нас поэтому думаю что мы будем с Оксаночкой и с ее мамами сотрудничать еще долго и очень плодотворно поэтому заходите обязательно к ней в профиль и смотрите может быть вас что-то заинтересует и что-то вам приглянется вот на этом наверное все рассказала пока все что у меня было но вот еще будет видео на тему того как я заказывала свои кожаные бирочки расскажу эту потрясающую душесчипательную душераздирающую историю вот это та еще история вот ну а на этом пока все и вот такое видите уже новогоднее настроение у нас в нашем доме и желаю и вам уже украшать свои дома квартиры призывать в свою жизнь новенькое доброе чистое вдохновляющее все невзгоды оставлять в уходящем году и ожидать чудес новых которые ждут нас в будущем году и на этом наверное буду прощаться с вами большое вам спасибо что были со мной очень буду ждать ваших комментариев и пишите пожалуйста свои вопросы я хотела бы также вскоре снять видео возможно вопрос ответ если вас интересуют какие-то темы на которые вы хотели бы со мной пообщаться либо просто что-то уточнить узнать у меня спросить пожалуйста задавайте вопросы в этом видео и исходя из количества и объема вопросов под этим видео будем исходить может быть будет отдельное еще видео вопрос ответ все всем большое спасибо за внимание и до новых встреч до новых до новых до новых Продолжение следует...